Здравствуйте. Да, вот мы начнем с первого доклада, который описывает работу нашего ведущего ученого в нашем новом центре биоэлектрических интерфейсов, который мы организовали в Высшей школе экономики. А можно слайды, Кирилл? Кирилл, который занимался последние 10 лет исследованиями на приматах и исследовал различные аспекты моторных функций, возможности декодирования этих аспектов, этих деталей движения из активности моторной, сенсомоторной коры. Вот, сейчас вот начнутся слайды. Основная часть работы Михаила проходила в университете Дьюка, но сейчас вот Михаил аффилирован с нами, в том числе с Высшей школой экономики. Как результат, вот я сказал, уже выигранного мегагранта от Министерства образования. Название доклада Михаила интерфейса «Москомпьютер декодирование ходьбы». Ну вот, когда речь идет о ходьбе, очень часто считается, что очень часто говорится о том, что на самом деле локомоторный цикл может быть запущен без использования коры и на основании только активности глубинных структур мозга, ствола мозга и так далее. И вот на кошках продемонстрировано было достаточно уже давно, что действительно при отсечении коры головного мозга, при правильной стимуляции можно вызвать паттерны сокращения мышц, которые, соответственно, совпадают и реализуют ходьбу. Совпадают с такими стыковыми, которые кошка реализует в нормальных условиях. Давайте я просто руку возьму. Все, спасибо. Но, тем не менее, кора участвует в этом движении. Вот было исследование Белозерова и Сироты в 1993 году опубликованное, которые показали, что при ходьбе кошки по пути, на котором есть препятствия, чем больше этих препятствий, тем выше частота разрядов критикальных нейронов. Таким образом, факт ходьбы отражается на коре, и это дело можно использовать для того, чтобы декодировать непосредственно сами параметры ходьбы и декодировать интенцию, то есть желание сделать шаг. Ну и сейчас я вам покажу, достаточно много всяких детальных параметров движения можно извлекать. Ну вот кора, здесь изображена кора обезьяны, центральная извилина, фронтальная кора, сенсорная кора, вот если посмотреть, вот моторная кора спереди от центральной извилины, самоценсорная кора сзади, и активность нейронов в этих двух областях коры в зоне, соответствующей ногам в данной ситуации, может быть использована для извлечения параметров движения, в которое вывлечена обезьяна. Вот интересным на самом деле является тот факт, что несмотря на первичное ожидание о том, что будет активна во время движения только моторная кора, во время движения активна и самоценсорная кора, которая осуществляет восприятие пропорецептивной обратной связи и настройку собственно параметров движения, ну потому что наш мозг и вообще все мы это достаточно сложная система с большим количеством обратных связей. Для изучения этих процессов используются массивы электродов, которые имплантируются обезьяне на кору, то есть происходит это вот так, делаются отверстия в черепе, потом имплантируются электроды. Электроды представляют собой такие массивы, массивы таких вот иголочек, которые проникают в кору, и это достаточно травматичная операция, ну вот с обезьянами это делают, с людьми в мире такое сделано всего у нескольких, ну может быть там десятка пациентов. Вот результаты имплантации, вот сейчас если посмотреть области, куда имплантированы эти электроды, вот в частности может быть в моторную кору, в фронтальную кору, и вот тоже в самоценсорную кору, в моторную кору. И дальше на основании сигналов, которые регистрированы с этими электродами, вот можно осуществлять вот это декодирование ходьбы, то есть регистрируются сигналы, это вот разные нейрончики, это выровненные потенциалы действия этих нейронов, ну в смысле вот собранные вместе и на одном графике продемонстрированные. Эта штука демонстрирует, что действительно можно осуществить хорошую запись, надежную, достаточно большого числа нейронов, что очень актуально, чем больше нейронов, тем больше оказывается точность декодирования ходьбы, ну и другие собственно параметры движения, если мы говорим там о руках и о чем-то, для всех исследований это правда. Вот, но вот в частности возможно при помощи достаточно простой модели использовать скорость разряда нейронов, firing rate, возможно декодировать ходьбу, вот если синим изображена настоящая траектория, красным изображена траектория, которая оценена исключительно исходя из критикальной активности. То есть точность, как вы видите, достаточно высокая, это достаточно давно уже было сделано. Общая система представляет собой обезьянку, которая ходит на беговой дорожке, непосредственно система захвата движения, у нее на коленке, на бедре и вот на щиколотке стоят сенсоры, не сенсоры, а отражающие пластинки. Эти отражающие пластинки регистрируются, свет от них регистрируется при помощи камеры, таким образом мы знаем параметры движения и мы параллельно регистрируем активность головного мозга при помощи вот тех электродов и строим алгоритм, который потом применяем для вот именно декодирования, использования этой активности, для понимания, что же сейчас делает обезьяна и можно даже запуска ходьбы, запуска экзокелета, как вы увидите. Вот и так далее. Вот происходит это примерно так. Это просто обезьянка идет, вот у нее эти блестящие штучки, имея модель ноги, можно видеть, вот активность нейронов, то есть каждая ячеечка это нейроны, вот это много-много вызванных потенциалов действия от вот такого массива электродов. Чем более толсты, чем больше их, тем более активный нейрон разряжается. Ну вот параметры опять-таки декодируются при медленной ходьбе, при быстрой ходьбе, при ходьбе с разной скоростью, то есть мы можем достаточно детально, имея доступ к активности отдельных нейронов, отслеживать параметры движения, параметры ходьбы, параметры локомоции. Вот причем можно не только непосредственно движение оценивать, и факт движения оценивать, а можно еще оценивать и детально достаточно координаты разных частей ноги, а также можно декодировать скорость движения, то есть скорость вот этой беговой дорожки и длину шага в том числе, что говорит о том, что действительно кора за всем этим делом активно следит и активно вовлечена в процесс ходьбы. Это усредненные циклы локомоторные движения, то есть сплошными линиями показаны настоящие параметры, а пунктирными линиями показаны декодированные параметры для разных частей, для щиколотки и для колена. Вот здесь, я так понимаю, я вас убедил, и Михаил, я моими словами, Михаил вас убедил в том, что действительно активность нейронов коры головного мозга несет себе информацию о локомоторном действии. Вот тоже пример уже в динамике. Вот это настоящее положение. Красная нога – это нога настоящая, а синяя – это… Нет, наоборот, красная – это декодированная, а синяя – это настоящая нога. Вот вы видите, что точность воспроизведения достаточно высокая. Здесь надо понимать, что действительно, я несколько раз уже повторял, что мы имеем доступ непосредственно к активности отдельных нейронов. То есть это непосредственно fire and rate каждого индивидуального нейрона, нейронов порядка сотен-двух сотен, что используется для вот такого вот точного декодирования. Интересно также, что с увеличением числа нейронов мы можем наткнуться на нейроны, которые активны не только, например, при ходьбе вперед, но и при ходьбе назад. То есть для этого создаются более сложные модели, которые, с одной стороны, понимают, какой тип движения в данный момент совершается, то есть движение назад или движение вперед в данном случае. И при помощи этих нейронов, активность этих нейронов, можно декодировать достаточно точно и движение вперед, и движение назад. В этой диаграмме нарисованы нейроны и точность, которая достигается при декодировании при ходьбе вперед и при ходьбе назад. Таким образом, получается, что есть небольшая группа нейронов, которые активны при ходьбе их вперед и назад. Это все нейроны моторной коры. Вообще во всей этой области превалирует такое мнение, но оно правильное очевидно, что чем больше нейронов мы можем записать, тем точнее мы можем осуществить процессы декодирования движения. И вот понятно, что наблюдается некоторое насыщение по мере увеличения количества нейронов, но тренд достаточно ярко выражен. И вот если посмотреть соотношение сигнал-шум, которое нам обеспечивается при увеличении количества нейронов, то можно понять, что нам бы было неплохо регистрировать в районе 10 тысяч и больше нейронов, что пока технологически невозможно, но мы уже близимся к этому, порядка тысячи-двух тысяч уже регистрируют. Потому что нужно понимать, что разряды нейронов происходят достаточно быстро, ширина канала информационного, который должен быть реализован, достаточно большая. Дальше на основании этой технологии можно делать серьезные исследования, можно делать такие игрушки по передаче информации через океан, через континенты, когда обезьянка находится в Дьюке, а робот находится в Киото в Японии. И вот обезьянка идет, информация об ее движении извлекается из активности ее коры, и потом все передается по интернету. Единственный реальный челлендж здесь был в том, что в интернете реализует задержку порядка двух-трех секунд при этой передаче. И вот типа робот Киото, вот он дремит железом, как железный дровосек, и гуляет, идет синхронно с обезьянкой. Сейчас я переключу дальше. И на самом деле интересно, что, вот то, что я вам рассказывал, показывал, можно декодировать не только просто сам факт движения, а еще и детальные позиции, вот в данной ситуации бедра и щиколотки. И эту информацию можно использовать для управления экзоскелетом, ну вот для обезьянки. Вот тоже, вот смотрите, детально показаны разные фазы движения, ну и показаны вот настоящие положения разных частей ноги, разных джойнтс, и декодированные. Ну вот на основании вот этих экспериментов Михаила можно сделать вывод о том, что активность коры, несмотря на то, что кора, безусловно, является достаточно низкоуровневым актом, и сам локомоторный акт может быть инициирован при помощи правильной стимуляции даже позвоночной нервной системы, возможно, также активно, ну вот непосредственно ходьба, эти процессы отражаются в активности критикальных нейронов, и не только именно обратная связь там происходит, нейроны используют, короче, нейроны воспринимают обратную проприцептивную связь, но в том числе и являются инициаторами ходьбы, и по большому счету отслеживают все ее параметры, и это видно из того, что из активности критикальных нейронов можно декодировать достаточно точно детальные параметры локомоторного цикла. И на основании вот этих вот исследований, которые были сделаны, можно, соответственно, строить интерфейсы, которые будут при помощи анализа активности коры управлять вот устройствами, такими как экзоскелет, экзоатлет и так далее. Субтитры создавал DimaTorzok